здарова народ без всяких прелюдий в виде общего открытого теста нового патча микро патчем утром 26 января выходит новая ветка американских тяжелых танков под названием йог в принципе хорошо нечего тестировать месяц пустые патчи в которых ничего нет выпустили ветку она вышла ну и все в этом видео подробно броню танков рассматривать не будем на сайте танк уже появились коллижен модельки все этой ветки можно зайти посмотреть и понять что в принципе имбовой брони у этих танков нет у них достаточно уязвимых зон которые можно легко пробивать но в целом у всей ветки броня есть но сказать что можно прям расслабиться вкатывать и броня нам все простит нет вот как раз таки когда мы вкатываем танки начинают рассыпаться без укрытия корпус пробивается очень легко у всей ветки нлд у всех ватная криту и мастью всей ветки высокая все постоянно ломается особенно у десятки я поиграл на каждом танке из ветки и мне показалось что самая высокая криту и масть и экипажа и внутренних модулей танка наверное у десятки практически каждым выстрелом что-то в танке ломается он постоянно горит боеукладки постоянно нет сыграв боев 20 на этом танке боеукладка ломается чуть ли не по два раза за бой танк успешно горел уже несколько раз а экипаж умирает просто как мухи поэтому на этом танке есть желание постоянно находиться по пояс в окопе чтобы торчала одна головешка маленькая и все но в быстрых картошкиных боях постоянно делать такое невозможно поскольку нужно ехать и за двух минутные бои успеть хоть что-то сделать поговорим немного про всю ветку что мне в этих танках понравилось не понравилось в стоке танк 6 левела более-менее пойдет на нем можно покачаться вывести танк в топ в он тоже играбельный единственно что пушка не опускается броня какая-то есть альфу свою выдавать можно танк в принципе пойдет как проходной нормальный танк в целом ок оставлять в ангаре я бы конечно не стал но ничего плохого я в нем не вижу седьмой уровень понравился мне наверное тем что во-первых он находится на приятном уровне у него более-менее нормальная приятная пушка в плане пробития альфы скорострельности все в порядке точность нормальная но вот стабилизация у всей ветки так себе когда стоишь на месте вроде бы со стабилизации все нормально как только начинаешь ехать на скорости стабилизация показывает что она не очень это у всей ветки так на любой пушке от скорости стабилизация просто ужасно но смотришь на прицел кажется что он небольшой и вроде бы стабилизация и ок но так себе стабилизация дополняется вероятностью попадания снаряда в центр прицела не знаю учетом они понастраивали но видно что у всей ветки снаряды летят куда попало но не в середину это крупно должно повести чтобы снаряд попал в центр прицела есть пушки у которых снаряд часто летит в середину у этой ветки снаряд летит часто по краям до быстрое сведение в принципе у всей ветки до точность вроде бы по цифрам хорошая визуально казалось бы стабилизация вроде бы ок но это вроде бы ок стабилизация дополняется абсолютно отвратительным распределением снаряда внутри прицела вот мы получаем что в целом пушка то корявая и у всей ветки так у этой ветки это наверное самое раздражающее что снаряды все время летят коряво если вы думаете что вы на других танках землю постоянно копаете то можете начать качать ветку йог здесь вы будете копать еще чаще можете лопату прямо возле стола ставить она вам понадобится и так возвращаемся к семерке в принципе там лобовая броня в башне норм влд немного бронированная слегка можно танковать бортом но огромный лючок постоянно мешает в целом семерка это скорее толстая стэшка и позиционные бои от рельефовые укрытие не особо ей подходит но если вы любите ст танк в принципе пойдет как медленная стэшка нормально что хочется сказать про восьмерку она мне показалось очень бронированной лоб башни реально крепкий небольшой лючок который не так уж легко выцелить какая-то броня даже есть во лбу корпуса борта у все ветки тоненькие ими танковать нелегко в борту еще есть такая проблема у всей ветки что передняя часть борта легко пробивается в любом ромби и там брони и приведенки вообще всегда мало поэтому когда танкуешь бортом хочешь стрельнуть по врагу выкатываешься показываешь передние катки и они легко пробиваются какой бы угол ты там не ставил брони там вообще нет средняя часть корпуса и задняя в борту еще как-то там за счет приведенки танкуют а вот передняя вообще нет поскольку там есть такие закругления в борту на vld заходят они получается что брони нет вообще это так у всей ветки поэтому гусеницы вроде и толстые но танковать все равно нелегко но у восьмерки мне не понравились пушки они корявенькие стабилизация дурацкая снаряды летят коряво маленькая альфа как для большого тяжа восьмого уровня и пушки показались слабыми поэтому танчик нечет как-то не очень понравился хотя вполне себе и рабельный но если семерка и шестерка в стоковом состоянии хорошие их можно выводить в топ то вот восьмерка в стоке просто мусор и вот на восьмом левеле уже начинается попа боль если вы будете вручную стоковый танк качать в топ это ужас то же самое касается девятки в стоковом состоянии девятка просто ужасная микро альфа пушка хуже чем на восьмом левеле топовая то есть девятка в просто жесть и здесь тоже желательно иметь свободку но когда вы выводите девятку в топ танк тоже не становится какой-то там прекрасный та же самая псевдо стабилизация та же самая псевдо точность те же самые пушки с какой-то не до льфой и целых два лючка на башню которые легко всеми пробиваются танк чет мне вообще не зашел с теми же самыми болячками в корпусе целом танк короче какой-то дряхлый получился поэтому девятка чет проходная какая-то и вот мы получаем уже десятку что же на ней на ней максимально вообще ультра жесткая критуемость всего в корпусе все критуется взрывается горит боеукладки целой нет никогда она всегда каждый бой поломана когда рамбуешь корпусом то же самое передние катки пробиваются легко корпус закругленный как танк не поверни большая часть корпуса зеленая легко пробивается на башне если чок который тоже 160 миллиметров легко пробивается также у этой ветки большинства танков когда рамбуешь или бортом танкуешь на двигателе есть такая полочка которая тоже легко пробивается да и крыша башню в десятке тоже иногда пробивается всякими пт-шками голдой и фугасы туда тоже много урона наносит в целом выживаемости броня десятки средненькая нельзя сказать что он абсолютно ватный но и защищенным себя в нем не чувствуешь что касаемо пушек у всей ветки фишка в том что на выбор якобы две пушки дпм на и скорострельная с маленькой альфой и менее дпм на и с большей альфой но меньшим пробитием если на шестом седьмом левеле понятно что мы ставим топовую пушку то вот на восьмом девятом уровне непонятно что ставить там пушки обе слабые а вот на десятом левеле большинству статистов и стримеров понравилась скорострельная пушка с меньшей альфой она более дпм на и точное с лучше пробитием но у нее тоже есть проблемы допустим всякие стрв за счет того что калибр маленький будут пробиваться крайне тяжело а вот если вы поставите пушку с большим калибром стрв будут пробиваться легко но альфовая пушка чуть кривее и пробить это меньше и дпм чуть меньше орудия с меньшей альфой более дпм на и но на нем надо чаще подставляться чтобы реализовывать этот самый дпм и тут наверное все зависит от вашего стиля игры вы сами поймете какая пушка вам больше подходит если вы хороший игрок активный агрессивный скорее всего вам подойдет дпм на я пушка но если какой-то там более размеренный геймплей то наверное все таки альфовая будет лучше чтобы за меньшее количество раз когда вы можете стрельнуть по врагу вы выдавали большую альфу но очевидно что более имбовая пушка дпм на и по поводу оборудования здесь тоже сложно что-то сказать очевидно что ставим досылатель а дальше уже что вашей душе угодно можно и турбину закалку можно и стабилизатор вентиляцию можно стабилизатор закалку можно стабилизатор турбину можно сделать два набора оборудования под какие-то открытые карты где надо вдаль стрелять и кататься по всей карте или под какие-то карты где городские маленькие условия нужно больше хп в целом десятка я бы не сказал бы что она имба или слабая более-менее в каком-то там балансе она находится не сказал бы что этот танк слабый но и не сказал бы что очень приятный интересный по поводу фишки танка нескольких гусениц иногда эта фишка поможет вам чуть-чуть отъехать если это надо но в целом эта механика что есть что нету вообще не важно особенно на десятом левеле поскольку вроде бы хорошо что она есть поскольку танк становится чуть более универсальным но если бы ее не было танк был бы еще хуже но и применить ее тяжело поскольку корпус по сути то ватный и очень критуется если бы корпус был бы бронированный в целом типа механика есть и есть иногда она немножко помогает все самое большое разочарование скорее не в самом танке а в том что происходит на десятом уровне сам по себе то танк более-менее то и пойдет для разнообразия выкачать и поиграть на нем можно но какой же бред творится на десятках постоянно куча арты бои по 2 минуты в одну калитку постоянно один и тот же сильный респ побеждает с огромным преимуществом и постоянно каждый бой много челиков с нулем урона в этом всем хаосе даже толком не успеваешь насладиться какими-то там новыми механиками или новым танком просто сидишь в шоке с вами был варчик ради красиво увидимся всем пока